Как проходит рабочий день депутата Молдовы? О чём он думает? Как добивается поставленных целей? Есть ли у него страхи? Позволяет ли он себе выходной? И если да, то как проводит досуг? Все эти вопросы Екатерина Корочковская задала герою новой рубрики «Один день с депутатом парламента» в рамках документального проекта «Время истории». Сегодня необычный выпуск. Мы проведём один день с депутатом парламента Республики Молдова Владом Батринча. Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Влад. Очень рады вас видеть. Взаимно очень хорошо. Я вас провожу. Спасибо большое. Один рабочий день она провела с депутатом парламента от фракции ПСРМ Владом Батринча. И, так сказать, заглянула за кулисы его повседневной жизни. Нет ничего хуже, чем публичные человек, публичное лицо, которое не пытается и не стремится развиваться, становиться лучше. И которое не ставит задачи перед самим собой по собственному личному росту. Потому что если это политик, если это публичное лицо, на которое ориентируются люди, если он не ставит задачи себе, не развивает себя, то он никогда не сможет ставить задачи по развитию и людям, обществу, государству в целом. Влад Николаевич в политике более 10 лет. Пять раз баллотировался по спискам депутатой и, так сказать, прошёл всю партийную школу от А до Я. Своими силами прошёл. Знает все плюсы и все минусы. Я считаю, что всё же таки даже в такой непростой отрасли, как политика, очень важна человечность и очень важно проявлять принципиальность. Да, политика – это искусство возможного, да, и в ней иногда надо находить какие-то компромиссные решения. Потому что всё же таки это разные люди, это разные интересы, это разные подходы. И абсолютно, абсолютно однобоко, да, вот чёрное и белое часто не получается, не получается просто. Вот, иногда, иногда возможны и компромиссы, но, знаете, как можно быть гибким в тактике, да, но нельзя отказываться от своих принципов. Депутат поделился мыслями, амбициями и даже страхами, а также политическими рассуждениями. К примеру, он очень принципиально относится к попытке властей запретить на территории Молдовы русскоязычные программы. Ты не можешь запретить сегодня ту или иную информационную передачу, телевидение. Или, тем более, не можешь запретить в стране, в которой 40% людей общаются каждый день на русском языке, ты не можешь в этой стране запретить людям смотреть или думать на каком-то языке. По сути, ты же не просто лишаешь их информации, по сути, ты транслируешь сигнал, что ты не хочешь, чтобы кто-то думал, говорил, ощущал вот этим языком. Ну, глупо, нелепо. В современном мире, в третьем тысячелетии, это абсолютно нелепо. Нам нужны передачи на русском языке, потому что их любят люди. Владу Батринча всего 36 лет. Он один из самых молодых депутатов нашего парламента, но при этом очень амбициозен и знает, чего хочет. Потому что каждый день помнит одно важное правило. О том, как ты поступил сегодня, будут говорить о тебе завтра. Полную версию программы «Один день с депутатом» смотрите только на телеканале АйТиВи. Продолжение следует...